Почему я очень люблю чугунную посуду? Потому что она вечная, я об этом уже говорил. Эти сковородки могут передаваться поколениями. Поколениями с ними ничего не будет. Почему я советую брать нашу посуду? Или украинскую, или белорусскую. Потому что эти предприятия до сих пор еще работают по старым ГОСТам. Они делают правильный чугун. Сейчас наводнено все китайским чугуном. Там непонятно, как они делают. Потому что там, в общем-то, каждый сам себе командир, у каждого свой ГОСТ. И, например, количество серы в чугуне может в разы превышать допустимого. Оттого и качество будет чугуна плохое. И неизвестно, как она себя дальше поведет. Поэтому желательно для себя на долгие годы все-таки поискать хорошие наши, даже если они современные, чугунные сковородки из бывшего СССР. Еще хорошего качества сковородки европейские и американские. Там к чугуну тоже очень строгое отношение. В первую очередь, при покупке новой сковородки нужно избавиться от масла. Потому что после литья выходит чистейший чугун, который буквально за несколько минут начинает покрываться ржавчиной. Он окисляется. Поэтому его сразу же там или опыляют, или окунают в жидкое масло. И на нем этот тонкий защитный слой масла остается до самой покупки этой сковородки. И избавляемся от этого масла точно так же. Сначала сковородку можно просто помыть любыми моющими веществами. В фере чем угодно. Все, чем моется посуда, всем можно помыть. Можно помыть какими-то растворителями. Тоже не проблема. Потому что все равно мы эту сковородку будем после еще выжигать. Теперь очень важный момент обработки чугунной посуды. Это нанесение защитного слоя. Потому что большинство делают этот защитный слой просто подсолнечным маслом. И это неправильно. Все растительное масло состоит из триглицеридов, жирных кислот. И условно делится на три вида. Высыхающие, полувысыхающие и невысыхающие. Вот к высыхающим маслам относятся льняное, ореховое, конопляное. Это масло, которое высыхает, которое полностью создает твердую пленку. И эта пленка не растворяется. Эта пленка образуется от поверхности до самого низа. И она твердеет за счет этого. Это называется полимеризация. Вот полимеризуются только высыхающие масла. В каждой аптеке или в любом супермаркете есть льняное масло. Вот мы его и будем использовать. К полувысыхающим маслам относятся подсолнечное, соевое, хлопковое масло. В общем их тоже много. И в основе этих масел олеиновая кислота, которая состоит из триглицеридов с одной-двумя двойными связями. И они не засыхают. В первую очередь нам нужно очистить эту сковородку от ржавчины. Потому что она уже поржавела. И нам эту ржавчину нужно убрать. Можно эту сковородку поставить на огонь или кинуть опять в костер и ржавчина вся обгорит. Можно поставить на печку и очень сильно ее прогреть. И ржавчина тоже исчезнет. Можно такую сковородку конечно очистить и наждачной бумагой. Можно металлической щеткой. Можно обработать кислотой. Любой, которая удаляет ржавчину. Ортофосфорная. Ну в принципе много кислот, которые это делают. Вот сейчас я возьму ее просто помою. И залью после обычной нашей бытовой кислотой. Это или уксусом, или ортофосфорной кислотой. Которая присутствует в Pepsi-Cola, в Coca-Cola. В общем это можно сделать прямо дома. Не ходить по магазинам искать специальные средства для удаления ржавчины. Все это делается быстро. Просто на бытовом уровне. Вот берем сковородку, чехлой водой заливаем. Вот сразу видно, где-то уже даже просто от воды ржавчина смылась. Вот уже здесь проглядывает серый чугун. Это то, что нам надо. Любое моющее средство. И вот обычное сетло. Так же и отсюда. Обычная сетка для посуды. Все просто. Не надо никакие приспособления. Ну вот основную часть я механическим путем чистил. Теперь мы ее будем очищать химическим путем. И если не жалко, можно залить любые напитки, содержащие ортофосфорную кислоту. Это регулятор кислотности Е338. Это кока-кола, пепси-кола, ну и всякие там остальные спрайты и все остальное. Вот можно залить ей, если не жалко. Еще плюс в чем, ортофосфорная кислота еще создает тонкий фосфатирующий слой. Еще один защитный слой на чугуне. Но я ее использовать не буду. Я буду использовать обычный пищевой уксус. Концентрация не имеет значения, какой хотите. 6-9% Наливаем горячую воду и добавляем сюда уксус. Не обязательно много. И полностью погружаем. Оставляем так примерно на полчаса. Сковородка полчасика пролежала в уксусе с водой. Мы его сливаем. Еще раз хорошо ее протираем. Щеткой вот такой. Ну вот сковородка стала приобретать свой нормальный цвет. Теперь мы ее опять ставим на плиту и хорошо прогреваем. Чтобы с нее убрать все остатки воды. Хорошо прогреваем. Чтобы вся жидкость, вся вода испарилась. Лучше, конечно, этот пробел делать в духовке. Вот я уже включил духовку на 250 градусов. Потому что в духовке очень легко контролировать температуру. Нам для того, чтобы масло хорошо полимеризировалось, Нужна температура от 250 до 300 градусов. Больше температура не нужна. Потому что от 320 до 350 градусов полимеризация прекращает действовать. И вы просто будете сжигать масло. Вот нам сейчас нужно эту сковородку хорошо нагреть. И мы ее будем обрабатывать маслом. Сковородка хорошо прогрелась. И начинаем обрабатывать льняным маслом. Масла нужно очень мало. Нужно пару капель. Вот такой вот. Нам нужно сделать тонкий слой. То, что люди делают там в роликах, наливают какие-то литры масла, это неправильно. Вы просто создаете желирующую пленку толстую, которая потом скатается и все. А нам нужна тоненькая пленочка, чтобы она все заполнила. Тогда она быстрее высыхает полностью на всю глубину. И получается хорошая, прочная пленка полимерная. Она уже тогда не смывается, не растворяется. И будет служить долго. Даже если вы налили лишку масла, то его нужно просто салфеткой убрать. Вот нужно совершенно тончайший слой. И лучше делать несколько таких слоев. Тогда покрытие получается, как ламинат. Многослойное, с хорошей твердостью. Масло еще собрало ржавчину. Потому что чистый чугун начинает ржаветь моментально, прям на глазах. Вот эта ржавчина уже появляется прямо сейчас. Если ее не смазывать маслом. Переворачиваем. И все то же самое делаем с другой стороны. Все поры в чугуне нужно забить этим маслом. Немного ставим еще на огонь. Еще немного прогреваем. Потому что пока я тут обе стороны смазывал, все равно сковородка подостыла. Но сейчас прогревать нужно не сильно, чтобы масло не стало гореть. Чуть-чуть добавить температуры. И смазать еще раз. Но это вариант такой для большой сковородки. Потому что здесь площадь большая. Времени уходит больше, чем на вот такую маленькую сковородку. Здесь все получилось за один раз. Но сверху лучше всего наносить еще несколько слоев. Минимум три. Ну вот сковородка еще минутку прогрелась. Еще ее раз протираем. Наносим слой масла. Потому что кое-какие уголки тут не были заполнены. Вот я сейчас по углам, по краешкам все хорошо пройду. Сковородка старая, очень старая. Такой обработки, наверное, не видела с завода. А новую сковородку намного проще обрабатывать. Легче будет маслом наноситься. Ну вот наливать, как многие берут, наливают и кисточками там это все размазывают. Этого делать ни в коем случае нельзя. Сколько роликов смотрю. Особенно при обработке больших котлов, казанов. Там вообще люди используют какое-то немыслимое количество масла. Заливают там по полу этого казана. Потом все это выливается. Там по 10 литров масла. Ну это вообще, это безумие какое-то. Оставьте его лучше себе, картошку жарьте. Ну вот пока достаточно. И я уже нагрел духовку до 250 градусов. Теперь отправляем нашу сковородку туда примерно на час. Чтобы вот этот тончайший слой льняного масла полимеризовался и превратился в хорошую твердую пленку. Как лак. И последний очень важный этап. После того, как сковородки в течение часа прогреются, мы выключаем духовку, не открывая. Оставляем сковородки там до полного остывания. Ни в коем случае сковородки оттуда нельзя вынимать и резко охлаждать. В воду их кидать категорически запрещено. Сковородка нагрелась. Обработаю по третьему разу. И отправляем ее опять на час в духовку. Если у вас, например, там поцарапалось это покрытие, или что-то вы такое сильно активное пожарили, там кислоту какую-нибудь, и пленка эта помутнела, там или еще что-нибудь с ней случилось. Точно так же все восстанавливается. Хорошо помыли, нагрели, намазали маслом и отправили в духовку на прогревание на час. Ну и вот итог обработки чугунной посуды. Вот сковородка, которая была совершенно ржавая, вот теперь имеет такой вид. Она прям как пластиковая. Здесь всего три слоя, но каждый слой должен быть очень тоненький. Должна быть капелька масла, хорошо растертая по всей поверхности. Когда вы уже стали посудой пользоваться, когда уже стали все на ней жарить, на обычном подсолнечном масле, то уход за ней простейший. Пищу в этой посуде желательно не оставлять. Если что-то осталось, выложили. Если что-то пригорело, то сковородка просто моется, хорошо споласкивается, капается сюда капелька масла, и просто салфеточкой растирается. Растираете салфеткой по всем краям и все, убираете на хранение. После она уже готова опять для готовки. Пользуйтесь!